На правом берегу Херсонской области продолжают обустраивать вторую линию обороны. Строители возводят специальные заграждения, роют противотанковые рвы. Помогаем нашим военным, защитникам, защитницам, чтобы им было проще. И защищаем наше население, жителей Херсонской и Николаевской областей. Мы хотим, чтобы нашим семьям в нашем городе, в наших сёлах, общинах было спокойнее. Шаг за шагом рабочие устанавливают среди полей бетонные пирамиды. Это так называемые зубы дракона. Такие ловушки смогут создать оккупантам немало проблем. Если тяжёлая техника подъезжает к зубу, он начинает переворачиваться. И этим краем поднимает её передок. И тогда техника зависает и дальше не может двигаться. На каждом направлении – севере, востоке и юге – должно быть по меньшей мере три линии обороны, чтобы российское войско не смогло продвинуться вперёд. В Запорожье также продолжается подготовка фортификационных сооружений. Строительство оборонительного рубежа проверил министр обороны Украины Рустам Умеров. Именно такие укрепления помогут украинской армии отразить возможные атаки врага. Что там, парни, получается? Получается. Противотанковые рвы, зубы дракона, траншеи, бетонные бункеры – всё это возводится на Авдеевском направлении. Специалисты инженерных войск активно укрепляют оборонительные позиции, работают оперативно и отменно. Глубина траншеи должна быть два метра, чтобы военнослужащий мог мобильно передвигаться, не нагибаться, идти в полный рост. Сверху насыпается ещё до полуметра бруствера. Видите, что здесь укреплено такими вот мощными конструкциями – геотекстилем, сетками, досками, брусьями. Военные обустраивают целые подземные городки и вот такие бетонные капсулы жизни, способные защитить бойцов от вражеских обстрелов. При любом арт-поражении оно, соответственно, создаёт безопасность для входа личного состава. Плюс оборудованы бронированной дверью, которая при необходимости закрывается и личный состав находится в безопасности. Безопасность украинских защитников должна быть на самом высоком уровне. Это первоочерёдная задача государства. Министр обороны Украины Рустам Умеров заверил – с любыми вызовами удастся справиться. Каждый день проводил в бригадах, воюющих в Донецкой и Луганской областях. Честно обсуждаем фронтовые вызовы с командирами подразделений. Помогаем находить нужные решения. Не закрываем глаза на проблемы. Мы ясно понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения. Спасибо за службу. Служу украинскому народу. По мнению военных экспертов, нужно как можно быстрее возвести новые оборонительные рубежи в три полосы. По прогнозам Института изучения войны, летом российская армия пойдёт в новое наступление. И вооружённые силы Украины должны быть к этому готовы.